МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уверены, что цены на недвижимость будут продолжать медленные падения. Ипотека без господдержки. Чего ждать от рынка недвижимости после свертывания льготных программ? Неклассический подход. В Самаре состоялась премьера хореографического спектакля «Каштанки». Следственный комитет завершил проверку по факту смерти в больнице Середаевина матери тройняшек Елены Николаевой. Напомним, женщина скончалась в сентябре этого года. Радив тройню в больнице Пирогова, с помощью кесаревой сечения у нее начались проблемы с легкими. Девушке сделали 8 операций, и, казалось бы, она пошла на поправку. Ее перевели в больницу Середаевина в отделение пульмонологии, где периодически откачивали из легких скапливающуюся жидкость. Во время очередного диализа девушка почувствовала себя плохо и через 40 минут реанимационных действий скончалась. Судебная медицинская экспертиза длилась более двух месяцев. Следователи выяснили, что смерть пациентки наступила в результате недобросовестного исполнения своих профессиональных обязанностей врачами. По данному факту возбудили уголовное дело. В настоящее время следствие предстоит выяснить, кто из медицинских сотрудников виновен в том, что наступила ее смерть. Будут допрошены медицинские сотрудники, которые проводили ее лечение, которые неоднократно проводили ей операцию, и, соответственно, другие лица, которые имели сведения о наличии у нее заболевания. Самара без ДТП. В 3 воскресенье ноября во Всемирный день памяти в областной столице вспоминали о жертвах дорожных аварий. Только за 2015 год на дорогах области погибло 430 человек. На площади Куйбышева о правилах дорожного движения, о безопасности на дороге самарцам еще раз напомнили инспекторы ДПС. Подробнее в сюжете. Это доска памяти с фотографиями тех, чья жизнь обрывалась внезапно. Это жертвы дорожно-транспортных происшествий. Но здесь далеко не все. Если обратиться к статистике, цифра поражает. 430 погибших всего за год. Задача все-таки таких мероприятий, которые мы сейчас проводим, это повышение уровня самосознания и повышение уровня права сознания населения. И обращение к правлениям ДТП как одной из основных проблем, которые касаются нашей жизни. От ДТП никто не застрахован, говорят инспекторы. Но гораздо чаще самые тяжелые последствия наступают, если хотя бы один участник дорожного движения находится в нетрезвом состоянии. Что касается водителей, их уже полтора года полицейским помогают выявлять активисты ночного патруля. За время существования общественного движения с их помощью в области выявлено и задержано более 400 нетрезвых автолюбителей. Может быть он пьяный висел за руль не потому, что он такой рецидивист или правоанигилист. У него сейчас какая-то ситуация, может быть ему надо помочь, может быть ему надо как-то восстановить на путь истинный. И в данном случае, я думаю, что здесь наказание не является решающим фактором. А вот общественное порицание, да. Но бывает, когда что-то говорить уже поздно, необходимо действовать. Для помощи пострадавшим в ДТП, а их в области в прошлом году было более 5000, был организован сбор крови. Мобильную станцию развернули прямо на площади Куйбышева. Всего за час работы сдать жизненно важную жидкость решили почти 20 человек. Среди них и Владимир Уренев. Каждый должен понимать, что аварий много происходит на дороге. Каждый должен оказать хоть какую-то малейшую помощь. В рамках акции «Самара без ДТП» свои навыки в ликвидации последствий аварии продемонстрировали полицейские и спасатели. Кроме того, на площади Куйбышева из огромного баннера и патрульных машин выложили название акции. Память погибших в дорожных авариях почтили минутой молчания. А в небо по двой сирен были выпущены сотни воздушных шаров. Павел Баймаков, Дмитрий Лукин, СТВ Квартирный вопрос станет острее. В следующем году ожидается отмена господдержки по субсидированию потечных ставок по программе льготного кредитования. Эксперты рынка ожидают падения спроса на жилье. Чего стоит ожидать от рынка недвижимости в следующем году в репортаже Максима Острикова. Господдержка по субсидированию ипотечных ставок спасла строительную сферу в нелегкие годы и позволила застройщикам даже увеличить темпы ввода жилья. В первую очередь эконом-класса. Но недавно на самом верху на совещаниях властей и банкиров заговорили о том, что денег больше не дадут. Присутствовал Дворкович, вице-премьер. И там практически нас заверили, что вопрос уже решенный, что господдержки не будет на следующий год. То есть она изжила себя как факт. Говорят, что сильного падения рынка не будет. Банки и так не сильно задирают цену по кредитам. Ставки снижаются и становятся доступнее. Все это происходит на фоне снижения стоимости жилья. В Самаре за полтора-два года она упала более чем на 8%. Примерно на 5700 рублей. В феврале 15-го она 65984 была. В октябре 16-го 60190 рублей. Застройщики и банкиры понимают, что денег у населения стало меньше. На снижение стоимости скажется и введение налога на недвижимость, исходя из ее кадастровой стоимости. Кроме того, цену сбивают также сами банки, которые выставляют на торги ипотечные квартиры, по которым не смогли расплатиться заемщики. По словам экспертов, рынок сейчас ориентирован на покупателя. За него борются. При торге за квартиру можно снизить цену на 10-15%. Отмена господдержки также скажется на снижении покупательского спроса. А значит и на стоимости. Но если смотреть на рынок недвижимости чуть дальше, в горизонте следующего года, уверен, что цены недвижимости будут также продолжать медленные падения. Поэтому торопиться сейчас с покупкой жилья не стоит. Можно подождать и взять дешевле. Однако стоит помнить, что без гарантированного дохода на много лет вперед связываться с ипотекой нельзя. Специалисты говорят, чтобы спокойно оплачивать такой кредит, доход семьи из двух человек должен быть не менее 60 тысяч рублей в месяц. Максим Остриков, Вадимир Терентьев, СТВ. Нет справки от фтизиатра отправятся на домашнее обучение. В Тольятти двум подросткам запретили ходить в школу за того, что их родители отказались от пробы МОНТО. Это первый резонансный случай за последние несколько лет. На учете стоят 2000 жителей губернии. Из них 41 ребенок. Последний смертельный случай был два года назад. Врачи еще раз напоминают, что своевременная диагностика позволяет превратить переход заболевания в тяжелую форму. Лечение туберкулеза занимает от полугода до двух лет в зависимости от стадии. Отмечу, с 2013 года в России действуют новые санитарные требования. МОНТО тоже называется прививка. МОНТО это не прививка, это диагностический тест. Если ребенок ослаблен, у него медотвод от прививок, то тем более у нас есть даже такие показания, когда МОНТО положено не раз в год, как всему здоровому детскому населению, а есть категории состояния, когда МОНТО нужно делать два раза в год, особенно ослабленным деткам, имеющим какие-то сопутствующие заболевания, которые повышают риск заболеть туберкулезом. Дети туберкуленно-диагностика, которым не проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-аптезиатра об отсутствии заболевания. Ответственность за выполнение вот этого пункта ложится как на руководителя учреждения, который должен защитить всех, в том числе и этого ребенка, и всех остальных, так и на родителей, которые тоже, вот эти санитарные правила, они обязательно для исполнения как юридическими лицами, так и гражданами. «Сказка оживает в их руках». В Самаре презентовали еще одну тактильную книгу. Она создана специально для детей, у которых проблемы со зрением. Таких книг в областной библиотеке не так уж и много, а они крайне необходимы подросткам. С их помощью ребята знакомятся с жизнью. Слово Александру Семенову. Над каждой такой книгой мастера работают по несколько месяцев. Это действительно штучный продукт. За последние четыре года в областной библиотеке для слепых появилось лишь 60 таких экземпляров. Они крайне нужны для развития слепых детей. Тактильные книги помогают таким подросткам более шире представлять себе окружающий мир. В книге, напечатанной на пленке, вот она, рельефная картинка, она не передает фактуры, например, вот этого героя «Жар птицы». Здесь непонятно, что «Жар птица» — это птица и состоит из перьев. А вот в тактильной книге, вот другая у нас есть новая книга, «Герои сказок», в ней уже представлено это же «Жар птицы» изображение идентично, оно сделано уже из перьев. То есть действительно слепой ребенок может понять, что это птица. Главный герой этой книги — придуманный самарской писательницей персонаж Самарик. Рассказывается один из эпизодов его жизни. Все сделано красочно, а что самое главное, понятно именно для слепых детей. Они досконально могут изучить всех героев произведения. Каждая такая книга — это большой праздник, на самом деле, для них. И те люди, которые издают эти книги, делают своими руками, они вот для меня настоящие герои, потому что это очень непросто. В создании этой книги принимали участие и самарские школьники. Именно они расшивали героев произведения, а также подбирали материалы. Александр Семенов, Олег Галочкин, СТВ. Неклассическая классика. В Самаре состоялась премьера хореографического спектакля «Каштанки». Историю по одноименному произведению Чехова поставила руководитель театра танца «Скрим» Эльвира Первого. В своей версии она решила показать судьбу сразу нескольких животных. Какой жизнью живут братья наши меньшие, увидела и наша съемочная группа. Момент рождения «Каштанок» отсюда начинается изгибистая дорога в жизнь четырех дворняжек, которых оберегает мама. Полумрак на сцене, минимализм в костюмах, судьба уготовила им полосу препятствий. На протяжении всего действия героини переживают бурю эмоций. Бездомными им приходится скитаться. Часто возникает чувство досады. Но даже в самые сложные моменты находится повод, чтобы держать хвост пистолетом. Самым сложным в постановке, признается Эльвира Первого, был юный возраст танцовщиц. Но после серии изнуряющих репетиций, бывало, что доходило и до слез, удалось настроить подопечных на нужный лад. Прежде всего, это история о судьбах брошенных животных. В каждом человеке, в общем-то, есть эта собака. И мы не знаем, как бы, может быть, мы в прошлой жизни были собаками или в будущем будем. И, в общем, идея спектакля как раз в том, что душа собаки трансформируется постепенно в человека. Я хотела, конечно, это существо собаку показать самой лучшей стороны. Потому что в собаке есть огромное количество человеческих, настоящих черт. Знаете, таких. Она может любить, она может быть преданной, она может быть верной, она может быть отважной. И я хочу сказать, что в собаке это остается, а из людей это, к сожалению, начинает уходить. Все чаще и чаще. Сложно представить каждую героиню отдельно. Порой кажется, что в движении единый механизм. Есть такой момент в нашем спектакле, где собаку находят в заперти, в каком-то помещении, где они как бы устроились, считаются своим домом. И когда их находит человек, они пытаются убежать от него, чтобы их не поймали. И вот я считаю, что этот момент самый тяжелый для нас, потому что он насыщен хореографией, насыщен эмоциями. Он очень подвижный и очень тяжелый. Идея каштанок возникла несколько лет назад. И в этом году спектакль поддержал областной Минкульт. Рассчитан он прежде всего на взрослую аудиторию. Очень часто отношение к животным начинается с родителей. То есть родители закладывают в ребенка отношение к животным. То есть когда родители либо дергивают ребенка от собаки, либо как-то наоборот, говорят, что посмотри, какая собачка, какая она красивая идет, какая она веселая. То есть это зависит от опыта также родителей. Поэтому я думаю, что если дойдет до родителей, то они обязательно донесут детям. Крылья Советов потерпели очередное поражение в чемпионате страны. На этот раз от питерского «Зенита». Матч проходил в северной столице. Надо сказать, что волжские гости все-таки смогли доставить некоторые неудобства хозяевам поля. Подробный отчет об этой футбольной дуэли в репортаже Александра Семенова. Плохой по задержанию матч сегодня получился в исполнении обеих команд, я считаю. Забили быстрый гол. И в принципе нужно было после этого, понимая то, что «Зенит» пойдет большими силами вперед, для того, чтобы исправить эту ситуацию, где-то сбить темп игры. Вы знаете, я доволен сегодня. Хорошо команда сыграла. По крайней мере, для нас этот результат считается удовлетворительным. В матче с «Зенитом» всегда испытание для любой команды, тем более для Крыльев. Наш клуб находится в непростом турнирном положении. Увы, по-прежнему последняя строчка. В графе актива уже вызывающие 8 очков. В следующем туре чемпионата страны волжане на своем поле примут своего прямого конкурента по выживанию, команду «Тонь». И именно от этой встречи будет зависеть многое. Три очка нужны как воздух, как бы пафосно это ни звучало. Александр Семенов, СТВ. У меня на этом вся информация. Далее еще один сюжет. Прогноз погоды и программа «Абзас». В завершении выпуска напомню адрес сайта георгий Лиманского, гслиманский.ру. Читайте наши новости в социальных сетях, в группах СКАТ СТВ «Самары». Заходите на сайт нашей телекомпании. Я прощаюсь с вами. До свидания. Увидимся. На арене Самарского цирка настоящая водная ферия. Многочисленные фонтаны и водопады, световое и лазерное шоу создают ощущение волшебства и сказки. Представление захватывает и взрослых, и самых юных зрителей. В программе трогательные номера воздушных акробатов, динамичные зажигательные жонглеры и клоуны, яркие и таинственные фокусники. Это просто нереально, эти фокусы. Это очень так клево. Просто страшно за артистов. Просто классно очень. Очень понравилось. Веселые клоуны, фокусы. Хочется узнать, как они это делают. Порадуют зрителей дрессированные животные. Крокодил, питоны, грациозные голуби, обаятельные морские львы и собачки. И представление, когда были собаки, они очень смешные были. Мне очень понравились клоуны. И воздушные гимнасты. Ну, потому что, когда они летают вниз, это очень опасно, и мне очень волнительно. Гастроли легендарного цирка на воде в Самаре подходит к концу. Представление можно посетить по 4 декабря.